Девчонки, всем привет! Спасибо, что вы сегодня заглянули на мой канал. Я буду рассказывать в этом видео про свое открытие. Открытие за январь 2018 года, и это бренд Primera. Очень, на самом деле, давно хотела я попробовать, и тут вдруг сложилось так, звезды сошлись, что я смогла попробовать сразу несколько миниатюрных продуктов, то есть сразу несколько серий. И я могу сказать, что это 100% большое открытие. И я хотела бы поделиться своим открытием с вами. Средств будет очень много, поэтому усаживайтесь поудобнее. Очень надеюсь, что видео окажется для вас полезным. Бренд Primera относится к категории органической косметики. Это средства, которые имеют сертификат натуральных ингредиентов в составе, наличие натуральных ингредиентов, сертификат Ecosert, который характеризует средства как натуральные или органические. В продуктах, во всех продуктах от компании Primera отсутствует спирт, в некоторых средствах отсутствуют силиконы. Нужно читать, конечно, составы индивидуально, но могу сказать, если рассматривать в общем, то составы действительно очень и очень хорошие. Они содержат много натуральных компонентов, очень много всяких разных экстрактов, антиоксидантов. Вот, кстати, к вопросу антиоксидантов, мне кажется, что я не видела ни одного бренда, который собрал бы в себе такое количество различных антиоксидантных источников, скажем так, которые вместе создают просто совершенно невероятные комбинации, и средства действительно получаются какими-то бомбовыми в плане именно своей эффективности. Я попробовала сразу несколько линеек. Давайте начнем с чего-то. Покажу вам составляющие сначала одного мини-наборчика. Я, кстати, пробовала это все в миниатюрах. У меня было два мини-тревел-сета, которые я тоже показывала в Инстаграм. Если вы не смотрели, не видели этот пост, пройдите по ссылке внизу, потому что там, на самом деле, очень много всего у меня полезного и интересного. И первый мини-наборчик включал сразу 3, 4, 5, 6 продуктов. Вот такой вот огромный набор разных-разных совершенно средств. Давно я хотела попробовать скатку какую-то отличную от масс-маркета. Что-то не люкс, например, а вот именно из такой бутиковой категории. И мне повезло, здесь была как раз пилинг-скатка от Primera из их очищающей серии, которая содержит в составе брокколи. Здесь, на самом деле, небольшой объем, но у нее расход совершенно минимальный. Средство, которое очень хорошо эксфолиирует кожу, делает это крайне мягко, подойдет для самой чувствительной кожи, потому что, когда она начинает скатываться, она превращается в катышки, которые имеют, знаете, более такую округлую форму, что ли, не знаю, как это объяснить. То есть, у меня была похожая скатка от Ayob из увлажняющих линейки. Вот она тоже скатывалась в такие кругленькие шарики, которые потом очень мягко уходят с вашего лица. Например, скатка от Misha или скатка от SkinFood, она при... вот когда вы начинаете ее скатывать, она какие-то острые уголки, что ли, имеет. И когда вы смываете этот продукт с вашего лица, немножко покраснения все-таки остаются после использования. Поэтому я отказалась вообще от скаток сейчас, потому что, ну, совсем чувствительная кожа стала. А вот этот продукт действительно очень деликатно, супер-мега-деликатно работает с вашим лицом. Поэтому если у вас есть потребность именно в продукте, который будет супер-мягко удалять роговевшие частички, а механический пилинг я все-таки советую не исключать полностью из вашего ухода, рекомендую. Да, она, конечно, не бюджетная, но у нее действительно минимальный совершенно расход. В большой упаковке она, по-моему, в объеме 150 мл, если я не ошибаюсь. Ну, то есть действительно этого продукта хватит вам на долгое-долгое время, потому что свои 15 мл я довольно долгое время использовала. Далее. Второй продукт, который был в мини-наборчике, я сейчас покажу вам по порядку нанесения, это знаменитая эссенция, это First Treatment Essence, которую нужно наносить сразу после умывания. И она содержит потрясающий, конечно, у нее состав. Она содержит 93,1% экстракта лотоса. Она выглядела вот так. Это Miracle Seed Essence. Я название напишу внизу. И она, на самом деле, довольно популярная вообще среди эссенций. Многие ее хвалят. Я не могу сказать, что мы с ней подружились, потому что она неплохая, она действительно имеет приятную формулу, она хорошо увлажняет. Но я люблю более какие-то ощущаемые на лице продукты. Я пришла к выводу, что эссенции, которые как водички, например, как Миша, тоже, да, из этой же оперы, First Treatment Essence, мне не хватает увлажнения. Хотя я признаю, что они увлажняющие. И, например, для жирной комбинированной кожи, мне кажется, что это будут просто идеальные варианты. Но мне хочется чего-то более осязаемого на лице, как, например, Secret Essence от Sun 37. Поэтому эта вещь действительно в плане состава и в плане того, как она ведет себя на коже, она очень хороша, но немножко не моя. Кстати, все продукты от Primera идеально подходят для чувствительной кожи. Поэтому обладательницы чувствительной кожи вам плюс один в копилку брендов, на которые стоит обращать внимание. Далее была водичка из линейки Organians. И вот эта вода – это просто восторг. Я купила уже полноразмерную версию. Я полюбила с первой капли эту водичку, потому что потрясающая консистенция. Все, как я люблю. Она немножко похожа на Tonic от Klairs, такая чуть более вязкая, чем вода по консистенции. Эта серия имеет приятный, очень натуральный аромат. Линейка Organians, кстати, пахнет как… Похожа на Сульвальсу Essential Balancing. Вот это их характерная линейка классическая, которая имеет очень приятный травяной натуральный аромат. И вот эта серия тоже пахнет примерно так же. Составы очень хорошие. Водичка имеет большое количество натуральных компонентов. Серия Organians – она для кожи, для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной. Для кожи, которая стала терять упругость, когда хочется немножко придать тонус вашему лицу, когда хочется глубокого интенсивного увлажнения, следует применять на себя именно эту серию. Она делает кожу более яркой, она делает ее более свежей, более подтянутой. В общем, как раз все, как я люблю, все для меня. Поэтому я действительно подружилась очень крепко с этой линейкой. Действительно, она, мне кажется, подойдет абсолютно для всех типов кожи. В составе есть ферменты, ферментированный экстракт бобов, много-много, как я уже сказала, всяких натуральных ингредиентов. В общем, однозначно рекомендую, однозначно войдет в топ-фаворитные видео, потому что вещь просто чумовая. И раз уж я про эмульсию начала говорить, эмульсия полноценный, однозначно полноценный крем для меня, по крайней мере, в теплое время года. Я спокойно смогу ее использовать как дневной крем увлажняющий. Она действительно очень хорошо подтягивает кожу. Я заметила, что линейка Organions дает красивое сияние. Она дает очень красивое такое холеное свечение вашему лицу. Очень натурально это все выглядит. При этом лицо какое-то, знаете, оно действительно очень красивое становится. Живое, яркое, напитанное, увлажненное. В общем, очень-очень крутое. Эмульсия потрясающе увлажняет, очень приятно пахнет. Тоже планирую взять ее в полноразмерной версии. Состав также отличный. Никаких лишних компонентов в составах нет. Поэтому любители всяких натуральных компонентов в составах косметики рекомендую вам обратить свое внимание на именно эту серию. Следующая вещь – это абсолютный бестселлер у компании Primera. И это серум, который на самом деле имеет какой-то обалденный совершенно состав. Там действительно очень много антиоксидантов. Выглядит он вот так. Это зеленая такая упаковка с помпой. Думаю, что многим она встречалась, по крайней мере, визуально в каких-то блогах, возможно. Потому что у этого продукта есть премия Get It Beauty. Он выиграл как лучший серум в каком-то там году. В общем, действительно вещь, которая гремит довольно активно на просторах интернет. Могу сказать, что мы пока с ними не подружились. Мне кажется, эта вещь однозначно только для нормальной и сухой кожи. Для жирной он будет очень липковат. Даже для меня, для обладательницы нормальной кожи сейчас, и липковатая текстура показалась мне. Даже если потом закрывать кремом или эмульсией, все-таки есть какое-то ощущение, что что-то у вас прилипает к лицу. Это не очень приятно. Увлажняет он действительно хорошо. Но я думаю, что это опять-таки из тех продуктов, которые дают накопительный результат больше, чем это средство, знаете, такой флэш. Когда вы нанесли, и у вас сразу супер какое-то нереальное лицо. То есть он ничего особенного, казалось бы, не делает. Но состав, который есть у этого продукта, мне кажется, работать просто не может. Поэтому если вы инвестируете в будущее, если вы любите средства, которые полны антиоксидантов, если вы хотите применять уже в своем уходе какие-то антивозрастные компоненты, рекомендую обращать внимание на него. Но опять, если вы обладательница сухой, возрастной, тонкой, обезвоженной кожи, думаю, что именно ваша эта вещь. И последний продукт из этого мини-сета, который тоже очень популярен. И это watery cream, который содержит много всяких разных ягод в составе. И тоже кучу-кучу антиоксидантов. Выглядит он вот так. Вот такая вот миниатюрка. Название тоже будет внизу обязательно. Безумно-безумно приятный крем, который не имеет жиров в составе. Подойдет для всех типов кожи, в том числе для кожи, склонной к забиванию пор. Очень приятный аромат у этого крема. Такой, знаете, свежий, натуральный, какой-то немножко ягодный. Очень приятный запах. Я бы себе такой тоже купила в качестве увлажняющего крема, базового, знаете, хорошего базового увлажняющего крема на более теплое время года. Он очень хорошо впитывается, он идеально сидит на лице в течение дня. Он очень хорошо работает в комплексе со всеми продуктами. Я, кстати, хочу отметить, что все вот эти средства, они обалденно совершенно работают в тандеме. Когда вы их сочетаете, у вас на выходе получается какое-то магическое, красивое просто лицо. Действительно, мне очень-очень понравилось, как они взаимодействуют друг с другом. Но и каждый продукт по отдельности однозначно достоин вашего внимания. Как и, собственно говоря, этот крем. Это тоже, мне кажется, один из мастхевов, который я бы рекомендовала абсолютно любому возрасту, абсолютно любой девушке с разным типом кожи, просто как качественный увлажняющий продукт. И два средства из линейки Firming. Это более такая питательная серия. Она относится к категории антивозрастных, которая работает с возрастными изменениями, с морщинками, на подтягивание уже там овала лица, да, то есть для того, чтобы кожу еще более упругой делать, текстуры более питательные, более такие насыщенные, глубокие. Крем для глаз и крем для лица были вот во втором мини-сете. Я могу сказать, что это второй крем для глаз от бренда Primera, который я пробую. Первый был из линейки Organions, и я уже заказала себе полноразмер. Он обалденный совершенно. Он какой-то питательный, одновременно легкий, одновременно увлажняющий и какой-то подсвечивающий зону вокруг глаз, даже мне показалось. Очень мне понравился. Сейчас я пробую крем из серии Firming, и он не менее потрясающий. Он более такой насыщенный, более вязкий по текстуре. Очень приятно пахнет. Выглядит вот так. Он прям, знаете, такой хороший, классический крем для глаз, который идеально скользит. Очень хорошо разносится по нижнему веку, как будто бы заполняет мелкие морщинки. Здесь нет силикона, вот именно тактильно. То есть он кремообразный, безумно приятный, кожа нежнейшая после него. Мне кажется, что это один из лучших увлажняющих, питательных, антивозрастных кремов для глаз из тех, которые я пробовала. Поэтому если вы ищете хорошее средство для этой зоны, очень рекомендую вот эту вещь. Просто мега-мега понравился этот продукт. Писала тоже о нем уже много в Инстаграм. Но искренне рекомендую, потому что вещь стоящая. Не дешевая, сразу могу сказать, но стоит, мне кажется, своих денег, потому что он что-то делает. Это, на самом деле, довольно большая редкость, учитывая, что я супер придирчива к продуктам для зоны вокруг глаз. Здесь мне понравилось буквально все. От запаха до консистенции, до того, что он просто идеально садится и под макияж, и на ночь хорошо. В общем, какой-то нереально крутой продукт. И крем для лица, называется он Firming Cream Wild Seed. И это тоже такая плотная питательная текстура. Он у меня уже закончился, к сожалению. У него чуть более насыщенный запах, чем у крема для глаз. Очень понравился, как ночной крем. Для меня это был именно такой хороший, ночной уход, который давал мне идеальное питание и увлажнение. Мне кажется, что если кожа у вас нормальная, сухая, склонная к сухости, возрастная, он вам подойдет как универсальный крем и на день, и на вечер, потому что он питательный, но при этом он не жирный. То есть у него нет ощущения после него, что у вас кожа не дышит, что кожа под какой-то пленкой находится. То есть все супер гармонично, и он действительно отлично подтягивает, он действительно как-то меняет, мне кажется, текстуру кожи со временем. Хотя этого продукта мне хватило не очень надолго, буквально там раз на пять, возможно, но я поняла, что средство даже на моей коже, с которой, в принципе, пока работать активно не нужно, на, я имею в виду, там, какое-то подтягивание, да, он действительно держал ее в хорошем таком тонусе, поэтому это еще один из таких базовых антивозрастных продуктов, которые я однозначно могу смело вам рекомендовать. Как вы поняли, у меня одни восторги касаемо этого бренда. Очень мало непопаданий, опять-таки, непопаданий даже не связаны с тем, что продукты плохие, просто с тем, что они на сегодняшний момент по той или иной причине мне не актуальны. Но все, что попробовал, на сегодняшний момент очень сильно нравится. Как я уже сказала, уже едут ко мне несколько полноразмерных продуктов, которые впечатлили меня настолько, что мне захотелось их купить в большом объеме, а это, ну, действительно редкость, учитывая большое количество средств, которые я пробую. Поэтому, если вы еще не пробовали ни одного средства от бренда Primera, я вам искренне рекомендую начать и начинать рекомендую именно с каких-то базовых вещей, которые я сегодня показала по уходу за лицом. Если у вас есть вопросы или у вас есть свое мнение касаемо тех средств, которые вы увидели в моем видео, я очень буду рада вашим комментариям. Не забывайте ставить пальчик вверх, если видео вам понравилось. подписывайся на мой канал и встретимся в новой части видео. До скорых встреч. Пока-пока.